Всем привет! Уже почти два месяца прошло с момента, как я расстался с андроидом. Расстался со своим стареньким Samsung Galaxy Note 2, которому летом будет уже 5 лет. То есть, 4,5 года отслужил мне этот аппарат, но последние полгода, это точно, он истрепал очень-очень много нервов. И, в общем-то, вид у него совсем уже никакой. При этом, аккумулятор был заменен еще 2 года назад, потому что родной аккумулятор, все, он не держал и получаса, насколько я помню, в последнее время. Вот. В принципе, этим аппаратом еще можно пользоваться. Еще можно пользоваться, но, опять же, я говорю, нужно иметь супер-мега-стальные нервы. Так вот, этот аппарат в прошлом уходит в музей, а 2 месяца назад был приобретен Apple, он же iPhone 8 Plus. Плюс. Именно ему сегодня посвящен этот обзор, этот отзыв, потому что не столько обзор, сколько я просто поделюсь с вами своими впечатлениями, но, конечно же, расскажу о его характеристиках, потому что спустя 4,5 года сидения на андроиде, интересно, наверное, было бы узнать ощущения от iOS. Этот телефон мы купили, этот телефон был куплен за 55 тысяч, ну, там, 54 900 с копейками. Здесь 64 гигабайта, выполнен он в черном цвете. Ну, а дальше я раскрою коробку и предлагаю вам послушать мою болтовню об этом аппарате. Время раскрыть коробочку. Давайте раскроем и посмотрим, что там. Итак, торжественный момент. Во-первых, коробка, коробка снаружи, коробочка, коробочка, и... и... Вот! Ага, конечно, тут сначала всяческие инструкции и все прочее. Что? Что? А как же, лишь бы наклейка Apple была. Наклейки есть? Где наклейки? Черт возьми, есть наклейки. Все, наклейки Apple есть, значит, жизнь прожита не зря. Они отправляются в кучу других наклейок от Apple. На самом деле, конечно же, телефона здесь нет, потому что я им давно пользуюсь. Я просто хотел показать вам комплектацию. Здесь идет проводок, не с USB, а с лайтингом. Идет вот такая зарядка, потому что у меня именно вот такая зарядочка была. Я ей, конечно же, не пользуюсь. Пользуюсь, потому что беспроводной зарядкой от Икея. Можете, кстати, обзор в описании посмотреть на светильник с беспроводной зарядкой. Также здесь есть комплект... Знаете, я запарился, между прочим, их упаковывать, потому что я давно ими пользуюсь. И, естественно, я не держу их так. Я пытался как-то упаковать их обратно так, как они были изначально. Но вообще, очень круто. Дизайнеры в Apple работают очень классно. И вот такие вот штучки. Мне, по крайней мере, очень приятно из картона, когда вот... Ну, творчески подходит. Просто из картона сделать вот такую штуку со всякими заклепками, защелками. Это очень классно. Мне это нравится. Меня это подкупают. И ребята меня купили. Здорово. Спасибо вам, ребят, за то, что вы это творите вообще. Вообще молодцы, конечно. Все. Здесь в коробке больше ничего интересного нету. Ну, а сам телефон меняем на коробку. Па-бам. Па-бам. Вот он, ребят. Вот. Вот он. Тот самый iPhone. У которого стеклянный корпус. Он стеклянный не только спереди, но и стеклянный сзади. Он прекрасен, прекрасно лежит в руке. Он тоненький. Всего 7,5 миллиметров. 7,5 миллиметров он вот так вот в толщину. Размер его вообще 157 миллиметров на 78 миллиметров. И вот как раз 7,5 миллиметров в толщину. И 202 грамма он весит. То есть вообще, ну, по мне он легкий. Слушайте, но 202 грамма в руке держать это вообще ни о чем. То есть, ну, если вам такой телефон кажется тяжелым, я не знаю. Идите, наверное, ну, позанимайтесь в зал, что ли. Корпус из стекла, как я говорил. Рамка из алюминия. Экран здесь Retina HD 5,5 дюймов. Па-бам. Вот, да. Лучше, конечно, чтобы он, наверное, горел. Так будет интереснее смотреть, не правда ли? Я понизил яркость, чтобы она не перебивала все остальное. Здесь есть 3D Touch у экрана. И это очень классная штука. То есть можно на любое приложение, ну, допустим, ВКонтакт. Я нажимаю на него посильнее. И он мне сразу предлагает, ну, что я могу посмотреть. Вот какие-то фотографии, видимо, людей, на которых я подписан. Свежие фотографии. Поделиться ВК чем-то, поиск. Ну, и у каждого приложения, вот, Инстаграм. Он сразу предлагает. Поделиться, Директ, вот, все что угодно. Хочу быстро в Директ зайти. Раз, и быстро зашел в Директ. Угол обзора очень широкий. Благодаря там каким-то супер-мега-пикселям. Я не буду вдаваться в подробности. Че там за пиксели, что за система. Факт, как бы, я кайфую не от того, что здесь какие-то двойные пиксели. А кайфую от того, что здесь угол обзора очень классный. Кстати, я так нигде и не нашел характеристики по аккумулятору. То есть, я не знаю, не знаю, какой емкости здесь аккумулятор. Конечно же, какие-то умельцы все это дело замеряют. Где-то пишут, где-то информация есть. Но на официальном сайте Apple я такой информации не нашел. Чем меня подкупил этот телефон, а не iPhone, например, 7? Десятку я не рассматривал, потому что она, ну, достаточно дорогая. А 7-ку я не стал рассматривать, потому что в 8-ке процессор A11, который там в дофигища раз круче A10 и вообще очень мега производительный. Благодаря чему, собственно говоря, этот телефон. Я не знаю, если у вас iPhone 8 и вы жалуетесь на батарейку, то у вас что-то с ним не так, потому что у меня хватает практически, ну, можно его растянуть на два дня без проблем вообще. Я буду пользоваться Инстаграмом, буду пользоваться Телеграмом, там, Вайбером. Ну, если вот я не буду пользоваться Гаражбендом и там постоянно снимать видео, вот, то реально, ну, на полтора дня без проблем можно растянуть. Я говорю, на два дня можно растянуть. Вот. Но я еще пользуюсь Гаражбендом, я пользуюсь видосами и, ну, постоянно что-то экспериментирую, что-то ищу, скачиваю, удаляю, скачиваю, удаляю. И в итоге, получается, к вечеру у меня где-то процентов 60-50. Бывает и до 40 доходит, я кидаю на беспроводную зарядку на ночь, и утром опять, как огурчик, 100% заряд на телефоне, который меня радует. Здесь, ребят, две камеры. В этом телефоне две 12-мегапиксельные камеры. Вот они. Это одна телеобъектив, другой объектив широкоугольный. Тот, который телеобъектив, у него диафрагма 1,8, у широкоугольного 2,8. Они реально работают вот в паре, и это классно. И плюс есть еще портретный режим. Я еще советую помимо портретного режима основной камеры использовать вот это вот приложение, называется вот Focus, которое еще лучше вырезает, и плюс там можно выбирать, какое боке у вас будет в итоге. Фронтальная камера, ее вообще здесь практически не видно, вот в черном корпусе. Она на 7-мегапикселей снимает Full HD, она просто шикарна. В Инстаграме, в истории можете посмотреть. Вот здесь сейчас будет вот тут, вот, вот, вот на Инстаграм, на мой. Подпишитесь, перейдите, посмотрите истории, кайфаните от качества, и, в общем-то, задумайтесь, ваш телефон выдает ли такое качество или нет, и вообще нужно ли оно вам. По поводу беспроводной зарядки. Ребят, этот телефон тестировался на беспроводной зарядке от икеевской лампы, точнее, икеевская лампа с беспроводной зарядкой. Заряжал я его как без чехла, так и с чехлом. Плюс я заряжал его еще от 2-амперной зарядки, и и того получилось следующее. Сейчас будет небольшая инфографика. Этот телефон заряжался по таким параметрам. От 15 до 100% каждый случай, вот этот каждый случай заряжался от 15% до 100%. От беспроводной зарядки в чехле. Чехол у меня вот такой вот, от какой-то он тут, сейчас, спайджин, какой-то спайджин. В общем, тут примерно миллиметровая, наверное, стенка задняя. И вот из-за этого миллиметра зарядка от 15 до 100% происходит за 3 часа 15 минут. Без чехла от беспроводной зарядки заряжается за 2 часа 54 минуты, а от проводной зарядки 2-амперной заряжается за 2,5 часа. Имейте в виду. Конечно же, конечно же, радует качество этих камер и качество съемки видео, потому что камера этого телефона снимает в 4К с частотой 60 кадров в секунду, что просто покрывает все нужды, какие только можно. Стабилизация шикарная, стабилизация шикарная. Поэтому я не сильно загружаюсь, когда вот этот вот наш влоговый аппарат садится, и либо там заканчивается память, и просто берешь телефон, включаешь камеру и начинаешь снимать, потому что качество, ну, оно говорит само за себя, оно кайфовое. Что касается еще таких штучек-дрючек корпусных, так это вот эти вот дырочки. Я удивился, когда звук шел только из одной. Ну, вот, естественно, здесь вот отсюда идет звук. Если вы смотрите, например, YouTube, вот так вот включаете, у вас звук отсюда, и звук вот откуда-то отсюда, но по большей степени вот из этих правых дырок. И я такой подумал, блин, почему не из всех-то? На самом деле все очень легко и просто. Динамик находится здесь. Здесь симметрично сделали такие же отверстия, но, по сути дела, здесь на самом деле микрофон. Микрофон находится, по-моему, вот тут и вот-вот тут. Эти дырки вообще ни к чему, они просто для симметрии, сделаны дизайнерами. Поэтому не волнуйтесь, если ваш айфон поет только с одной стороны. Вот. Ну, стерео работает классно. Тут реально не нужно никак там зажимать динамик, чтобы он кричал громче или что-то такое. Вам кричит вот в лицо отсюда и как-то в бок отсюда. Но в итоге вы чувствуете, что звук у вас посередине, всегда посередине экрана. Это очень классно. Также меня, конечно же, подкупила вот эта штука. Теперь я пользуюсь только ей. Я практически не достаю карточку свою для оплаты в магазине. Два раза щелкнул, приложил палец, все считалось. Подносишь к устройству. Раз, деньги ушли, все, прекрасно, пошел дальше. И вообще забыл уже про все остальное. Забыл про бумажные деньги, забыл про карточку. Ну, предлагаю еще посмотреть вам приложения, которыми я пользуюсь. Я буду говорить только о тех приложениях, я буду говорить о тех, о которых... Я буду говорить именно о тех, которыми я пользуюсь. Ну, естественно, это Инстаграм, Фейстайм, разговариваю с мамой по Фейстайму. Ну, Apple Store, естественно, я убираю в сторону. Конечно, я пользуюсь, я скачиваю приложения. Телеграм, ВК, ВСО, это творческая студия от Ютуба, очень классная штука. Вайбер, тут с родителями чат у меня. Сбербанк, Гаражбенд, который просто шикарный. Я постоянно пользуюсь Гаражбендом, постоянно что-то там наигрываю, какие-то новые штуки. RuTaxi, YouTube, подкасты стал слушать в последнее время. Стикерфейст, это чтобы создавать стикеры со своим лицом. Ну, очень, кстати, забавная штука, можно побаловаться. Но, по идее, я могу ее уже удалять, потому что я уже создал свои стикеры. Яндекс.Карты, мой Билайн. Вот мой Билайн, возможно, когда-то уже перестанет быть моим, потому что в последнее время Билайн очень не радует зоной покрытия. Фокус. Камера Коннект. Это для скидывания вот с этого фотоаппарата, либо для скидывания вот с этого фотоаппарата, Canon 70D. Teamweaver для удаленной работы. Lightroom CC. Фотошоп. Must App. Must App это приложение, в котором вы можете отметить сериалы, фильмы, которые вы видели, и посмотреть, что смотрят ваши друзья, ну и киноход, чтобы посмотреть, что сейчас в кино идет. Это все, чем я пользуюсь. 64 гигабайта. Мне хватает за два месяца всего 12 гигабайт. Я вообще, вообще не понимаю, честно говоря, как можно забить 64 гигабайта. Ну, ладно, оставим это дело умельцам, которые реально могут это сделать. Скажу честно, что после андроида, после 4,5 лет пользования андроидом, я кайфанул. Кайфанул от простоты, от того, что мне уже сказали, вот, вот, пользуйся. Ничего не надо, не надо ничего чистить, не надо ничего там как-то мутить, какие-то виджеты, шмиджеты. Не засирай свой телефон. У тебя есть кайфовые приложения, у тебя есть кайфовый быстрый телефон. Делай. И я делаю. Вот такие вот впечатления, такие вот эмоции у меня возникают и возникали и будут возникать от этого айфона 8+. Замечательный аппарат, тут пока радует. Что хотел, то рассказал. Чем хотел поделиться, тем поделился. Спасибо за просмотр. Жмите большие пальцы вверх. Увидимся в следующем видео.